Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Почти 10 лет назад я уже знакомил вас с опытом семьи Касаткиных из Улан-Д по использованию солнечных батарей для отопления своего дома. Ну, за это время много что изменилось, и технологии улучшились. Ну и самое главное, на мой взгляд, повысилась наша зависимость от тарифов в системе ЖКХ. Сегодня я хочу познакомить вас с более современным опытом семьи Большаковых, также из Улан-Д. Давайте посмотрим вместе. Музыка Геннадий Павлович, когда летом мы показывали ваш уникальный опыт выращивания клубники и бахчевых, одновременно мы показали душ на солнечные батареи. И вы, кстати, нас пригласили осенью показать что-то новое. И вот мы приехали. Так что новое вы сделали, вы нам еще покажете. Но начнем с того, что вы сделали раньше. Итак, ваш дом. Когда построен площадь? Ну, наш дом построен, строительство закончилось в 2008 году. Вот, строился долго, 14 лет целых. Вот. Ну, вот в 2008 году построили. При строительстве дома мы уже... Это вы на две семьи сразу построили? На две семьи. Это дом двухквартирный. Площадь общей? Общая площадь. Ну, по две половины, по 200 квадрат. 400 квадрат общая площадь. В правой стороне живет сын, в этой стороне живем мы супруга. Значит, при строительстве дома мы уже учли, что, значит, район наш без системы теплоснабжения, неустойчивое электроснабжение. Вот. Единственное, что устойчиво работает система водоснабжения. Мы подключены... Ну, как холодная имеется. Холодная вода, да. Мы подключены к городскому водопроводу. Но отсутствует горячая вода. Поэтому при строительстве дома пришлось нам прорабатывать этот вопрос. Вот, как Анатолий Григорьевич сказал вам о том, что вот опыт Касаткина Геннадия Павловича, который занимается монтажом солнечных коллекторов, вот. Вот мы при монтаже, при строительстве дома смонтировали систему горячего водоснабжения от солнечных коллекторов. Система Касаткина, да? Система Касаткина Геннадия Павловича. А это они прозвели, да? Да, да, да. То есть, ту программу, которую я показывал, там у него одна стена, и у вас такие же. Да, да, да. Ну, у нас две стены, площадь общая здесь 48 квадратных метров, по 24 квадрат на каждую половину. Ну, несколько подробнее, вот как вы их тут сразу спроектировали, да? Вы же инженер, проектировщик. Да, я инженер, проектировщик, энергетик. Да, ну, делал Геннадий Павлович, и он эту тепловую установку монтировал и проектировал он, ну, естественно, с нашим участием. Состоит система из трех элементов основных. Это система вот из самих солнечных коллекторов, которые вот расположены на стенах. Вот, они смонтированы из медных трубок, индивидуальное изготовление. Вот, медные трубки закрыты поликарбонатом. Вот, кстати, вот поликарбонат прослужил уже 6 лет нам. Тогда же еще его не было, да? Тогда только Геннадий Павлович его завез, да, да, он тогда привез и, значит, смонтировал нам здесь. Площадь? Площадь 48 квадратных метров, как я уже сказал. На весь дом, да? На весь дом, да, по 24 квадратных метра на каждую половину. Вот циркулирует здесь, в системе циркулирует тасол, который зимой не замерзает. Вот, и, значит, с помощью теплообменника, там, внутри в доме стоит, мы сейчас посмотрим, бак-аккумулятор 2 куба на каждую половину дома. Вот, и тасол, значит, проходит, там нагревает воду, которая подается в систему горячего водоснабжения. И частично используется в ранний весенний, вернее, в поздний весенний и ранний осенний период, используется для отопления. Вот я так понял, и телезрителям хочу объяснить. Первоначально вы ставили задачу теплоснабжения, то есть уменьшить зависимость по теплу, так? Ну, не зависимость, но автономное сделать. Автономное, да. Сделать автономное. А проблема автономного электрообеспечения, это уже недавно вы начали решать, так, да? Да, да, да. Поэтому, прежде чем мы зайдем и вы покажете свой теплообменник, я думаю, давайте вы покажите нам то, что вы сделали в этом году, и то, что вы, кстати, нам обещали показать. Прежде всего, уважаемые телезрители, хочу напомнить вам про этот экспериментальный душ, он, наверное, первый в городе. Геннадий Павлович, когда вы закончили мыться в нем, честно скажите? Ну, где-то 20 сентября, вот жаркие дни стояли. То есть до 20, пока у вас был включен летний водопровод, да? Ага, да, да. А если бы летний водопровод дальше был, и дальше можно было? Ну, в принципе, да, он температуру держит постоянно. Постоянно, да. Температура 80-90 градусов. Ну, а вот теперь об этом, значит, изобретении или сооружении. Значит, там теплица. Над ней что? Над ней солнечные батареи, солнечные панели, которые служат для выработки, для генерирования электроэнергии. Это вот 8 солнечных панелей, китайское производство, которые, значит, собраны, значит, они на напряжение 12 вольт, по 4 панели, на напряжение 48 вольт. И вот это напряжение 48 вольт подается у нас на инвертор в подвале, там, на узел управления инвертор. Он преобразуется в напряжение 220 вольт, вот, накапливается в аккумуляторных батареях, преобразуется в напряжение 220 вольт и подаются в дом. Батареи вы купили здесь, в Улан-Удэ? Батареи, да, батареи здесь отсмонтировала фирма Акваленд. Они же вам и смонтировали? Они смонтировали, да, они сделали пусконаладочные работы, запустили систему всю. Ну, что меня поражает, это сочетание теплицы с этими батареями. По идее, их надо ставить отдельно, а поскольку у вас территории мало, вы, наверное, по этой причине, да? Да, именно это. У нас площадь всего 7,52, площадь участка и место для них, а потом все кругом у нас застроено и загорожено. Долго думали, куда смонтировать их, но вот придумали, что двойное использование получилось у нас снизу теплица, сверху солнечные панели. А на выражай это не повлияло на ваши перцы? Мы первоначально боялись, что они будут экранировать солнышко, потому что они находятся как раз, они по солнцу ориентируются. Вот, и вот они движутся с помощью пульта. То есть урожай у вас не уменьшился? Урожай у нас не уменьшился, но раньше в теплице горело, сильно нагревалось через поликарбонат, сильно нагревалось и обжигало цвет, и урожай был меньше. А сейчас вот немножко притеняет солнышко самое активное, и поэтому урожай у нас не уменьшился, увеличился. Было жарко, много солнца. Да, в августе было жарко, и еще одно полезное свойство, вот мы определили неожиданно для себя, что в конце августа обычно начинаются болезни клещ, клещ, тля, а в этом году ни клеща, ни тли не было, потому что сухости избыточной не было, солнца избыточного не было, и вот прошли сезон, мы убрали их, 20, убрали, вот огурцы убрали 20 сентября, а перцы убрали 25 сентября, еще там до сих пор они там есть, да. То есть получается двойной эффект, да? Да, двойной эффект. Так, это вы там на доме сделали для теплоснабжения, это для электроснабжения. У нас в нашем районе здесь часто отключают электричество, по два, по три часа, по полдня нет электричества, поэтому зимой особенно для нас это очень плохо, потому что у нас котлы, индивидуальное теплоснабжение, вот, и котлы, значит, вентиляторы, поддув работает от электроэнергии, и при отсутствии электричества, значит, котлы у нас зависают, вот. А сейчас с помощью этой установки, все, мы решили проблему резервного электроснабжения, я как энергетик говорю, что резервное электроснабжение в нашем доме есть. Есть, да. Но сколько это, какой эффект дает, мы еще поговорим. А думаю, сейчас, когда мы посмотрели обе, как бы, системы, зайдем в центр, и вот пульт управления, или как там, сердце этого вашей идеи посмотрим. Да, 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 да. Молоко день 2,5%, 1 литр, всего 23,50. Масло подсолнечное 26 рублей. Яйцо первой категории в каретке 30 штук, всего 85 рублей. Абсолют, гарант низких цен. В центре техники Бош всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику Бош приобретайте только в центре техники Бош. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А с солнечными батареями от компании Санека в доме светло, тепло и вода горячая. Компания Санека. Торговый центр «Фортуна» Павильон 78. Телефон 677067. Санека. Торговый центр «Фортуна» Павильон 78. Торговый центр «Фортуна» Павильон 78. Ну, это как раз центральная часть всех наших установок. Вот. И ту, которую пять лет назад делали, и новый, да? Да. Это вот бак-аккумулятор, в котором нагревается вода с помощью змеевика с тасолом. Вот он поступает, циркулирует со стены солнечных коллекторов и приходит сюда в бак. В баке вода. И змеевиком нагревается эта вода до температуры. Летом доходит до 85-90 градусов. Вот. И в системе горячего водоснабжения летом 100% у нас обеспечение. Зимой, учитывая то, что солнышко, конечно, гораздо меньше, зимой, ну, немножко она для предварительного подогрева используется. Вот. Но работает он... Ну, если январь-февраль взять, да, то процентов 30-то она дает, наверное? Ну, процентов 25-30, да. А 70% это за счет... Вот. Ну, основной источник теплоснабжения, это у нас дровяной котел. За счет котла, да. Системы Дакон, вот, 34 киловатта на дровах. Вы когда его включаете? С какого? С 1 ноября или с 1 декабря? Ну, у нас мы включаем его со средины... С конца сентября, с последних чисел сентября. На улице похолодает. И выключаете? И выключаем мы его в апреле месяце. В апреле, да. А в основное время это за счет солнечной коррекции. Да, да, да. Так, это первая часть, как бы. Теперь что по электричеству? По электричеству, значит, вот смонтирована сама система. Это вот инвертор, на который приходят... Это преобразует, да? Да, на который приходят... Это вот аккумуляторы. Вот 8 аккумуляторов по 150 ампер-часов, значит, 1200 ампер-часов. Это емкость наших аккумуляторов. Вот сюда приходит на напряжение 48 вольт, приходит электроэнергия. Здесь с этих аккумуляторов поступает на этот инвертор. На инверторе преобразуется в 220 вольт и поступает в сеть. В то время, когда работает инвертор от солнечных панелей, сеть у нас отключена. Так, пока вы еще не взимовали с этой системой, но что-то какие-то предварительные выводы есть? Ну вот сейчас у нас расход электричества уменьшился, то есть оплата за электричество у нас стала 50%. То есть в два раза меньше мы стали платить. Это за последние два месяца, да? Вот последние два месяца мы только ее запустили. Это сколько в киловаттах? Это в киловаттах порядка, ну вырабатывает 400 киловатт в месяц, вот эта установка. А, 800 киловатт? Вы не платили за 800 киловатт? 800 киловатт, да, 800 киловатт. То есть это деньги перевести, да? Это экономия, это уже переходит в счет окупаемости. Ну а дальше посмотрим, да? А дальше будем смотреть, конечно, мы еще не знаем, как будет зимой она работать, сколько она будет давать нам киловатт. Вот, но надеемся на то, что у нас солнечных дней много, вот, и как нас Чехов сравнивал со Швейцарией, Бурятию, вот, что порядка... Здесь 320 примерно, 225 дней? Да, 320 дней порядка, вот, и будем рассчитывать на то, что она себя окупить полностью сразу, конечно, она не сможет, порядка 10-15 лет будет срок окупаемости, но тем не менее, мы сейчас готовимся к выходу уже, к полному выходу на пенсию, сейчас пока еще я работаю. Пока есть силы, деньги, наверное, да? Пока есть, да. Вот это все оборудование, оно наверняка не дешево стоит, да? Ну, это все оборудование, значит, с пусконаладочными работами и монтажными работами, ну, где-то 480-500 тысяч рублей. Это, ну, на вашу площадь? Да. А если, допустим, в два раза меньше, соответственно, и... Ну, там, соответственно, меньше, конечно, да, да. А в любом доме можно? В коттедже, допустим, в уже построенном частном доме тоже можно же приспособить? Ну, это у нас установку, мы сейчас смонтировали. И на готовую же, на теплицу посадили. Да, да, да. А коллекторы позже сделать тоже, наверное, можно? Можно и коллекторы сделать. Вот. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я думаю, не менее важно узнать мнение хозяйки Галины Сергеевны. Галина Сергеевна, давайте сначала напомним нашим телезрителям про арбузы и клубнику. Так, вот этот арбуз, он рос у вас на грядке, когда мы снимали программу? Да, когда вы снимали, он был килограмм пять. Ну, не более. А сейчас вот здесь... А сейчас он десять с небольшим... Это, я как понял, Кримсона... Нет, это торпеда, да. Это торпеда, да? Торпеда. Ну, и сахар есть хороший. А это та же клубника, которую мы снимали. Я теперь называю это большаковской технологией в ведрах, да? Ампельная, да? Ампельная. Вот она вас еще плодоносит, да? Она плодоносит, она будет плодоносить весь октябрь. То есть, я понял, и перцы у вас гигантские, мы видели там, и томаты. Вы довольны результатами агрономическими годами? Очень довольны. Очень. Считаю, что нам Бог помогает. А теперь вернемся к нашей исходной теме. А довольны ли вы результатами работы инженерного, главного инженера вашего участка? Да, довольна. Что конкретно вам дает вот это вот? Ну, буквально, ну, все абсолютно полностью. Вся помощь, вся техника, все, что у нас работает, светится, крутится. Вы можете сказать, как хозяйка, что меньше будете платить теперь за энергию, за тепло? Уже платим. А мы уже платим меньше. Уже есть эффект, да? Да, уже мы знаем. Ну, зимой еще посмотрим, как вот это, насколько... Мы посмотрим, но вообще мы платим уже много. Вы довольны, да? Довольны, очень довольны. Ну, вот главная цель, я переведу снова, Геннадий Павлович, к вам, значит, это уменьшить зависимость, да, получается? Ну, тут у нас не зависимость, а... Или... Обеспечить независимость. Или обеспечить независимость за счет резерва, да? Не, ну, это обеспечить независимость. По теплоснабжению мы независимы совершенно ни от кого. Автономно. Вот у нас автономный свой котел, значит, на дровах. Горячее водоснабжение. Мы тоже ни от кого не зависимы, значит, у нас все свое индивидуальное. Электроснабжение, но сейчас с вводом установки по генерированию электрической энергии от солнечных панелей, мы тоже считаем, что процентов на 50, может, даже на 75, совершенствовать еще систему это будем. Понятно, что еще идеи, наверное, какие-то у вас есть там получения. То есть у нас, мы первоначально планировали, что у нас будет солнечные панели как резервные источник электроснабжения, а вообще я поставил себе цель такую, чтобы они стали основным источником электроснабжения, чтобы городская электрическая сеть стала резервным источником электроснабжения. Это одна сторона вашей работы, а другая сторона, а ресурсосбережением, энергосбережением в доме конкретно вы занимаетесь? В доме обязательно, конечно. В чем у нас отличается? Полностью все светильники у нас на светодиодных лампах, которые обеспечивают нам экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, то есть снижен расход в 10 раз. Некоторые говорят, что они очень дорого стоят. Ну, они, капитальные затраты всегда значительные, но зато эксплуатационные расходы, значит, они в 10 раз меньше по эксплуатационным расходам, чем лампы накаливания. Вот, кстати, рекомендую всем переходить на светодиодные лампы, потому что, ну, опять возвращаясь к нашему возрасту, потому что у нас сейчас возможность есть такая вот сделать капитальные затраты, вложиться, то есть капитальные затраты, обеспечить себя экономичными системами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, и за счет этого, значит, обеспечить себя, как говорят, обеспеченную старость. А потом, в последующие годы только чай пить и вот это все выращивать, свое натуральное. Пить чай, да, да. У меня уже спрашивали, ваша семья теперь хорошо знает, получается, мы, наверное, четвертую программу, да, делаем? Значит, до этого на левом берегу. А когда они отдыхают? Отдыхают ли вообще? Если вот по объемам судить, значит, ну, на работе на вашем участке, то достаточно много. Летом-то приходится вам отдыхать или нет? Да, мы на Байкал ездили. То есть все равно выезжаете, да? Да, конечно, обязательно. А здесь в доме что-нибудь у вас там необычное для отдыха сделать? Да, и дом у нас, и спортзал. Спортивный зал с бильярдом. Обязательно, да. Это вот получается у вас идеальный вариант такой семьи, где и работа сочетается с отдыхом, причем достаточно активно. Но наше преимущество перед молодыми, я не буду, не в обеду будет им сказано, значит, наше преимущество является в том, заключается в том, что мы умеем организовать свою работу, чтобы с минимальными затратами достигать максимального эффекта. И больше времени оставить на ухо. Совершенно верно. У нас мы сами себя не загоняем, если тяжело, значит, мы у нас там отдыхаем и все. И при этом максимальная механизация труда у вас на участке, и здесь, и все это позволяет иметь больше времени свободного, да? Да, у нас два мини-плуга культиватора, да, то есть мы землю лопатами не ковыряем. А что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, некоторые скажут, что все это потребует много времени, много средств и так далее, другие скажут, что у нас дома поменьше и так далее, участки поменьше. Что бы вы пожелали? Нужно стремиться к этому? Ну, я считаю, что каждый сам выбирает, что он может позволить себе, да. При наличии, значит, достаточных финансовых ресурсов, значит, можно значительно, в несколько раз сократить трудозатраты, значит, самим себя, значит, не эксплуатировать чересчур интенсивно, но и желание, да, желание, получая вот высоких урожаев, и энергонезависимо, и тепло-независимо. Вон, обратите внимание, какая у нас смородина, такой же у нас крыжовник крупный, то есть у нас от холодильника не зря три, потому что мы живем в стороне от магазина, в замороженном виде. Да, у нас все, все, все эти продукты есть в замороженном виде. Ну, что же, уважаемые, я хочу пожелать этой замечательной семье, я не знаю уже, честно говоря, что ей пожелать, но быть на 100% энергонезависимыми, а тепло- и водонезависимыми, может быть, это так, хотя горячая, холодная вода-то у вас идет. Городской водопровод. Скважин, наверное, нам очень дорого. Но, по крайней мере, чтобы вы в таком же духе продолжали, и все, что вы задумали, вот в части, в этой, в инженерной части, а вам, Галина Сергеевна, в агрономической, все у вас сбылось. Всего доброго, удачи вам и хорошего настроения. Спасибо. Инновационный препарат БиЭм устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Широкий выбор средств защиты от вредителей. САДЭМ. Забота о процветании. Препарат Биогумус БиЭм для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Все для красоты и отдыха на вашей даче. САДЭМ. Забота о процветании. Садовые центры САДЭМ. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Выгодные цены на социальные товары в Абсолюте. Молоко день 2,5%, 1 литр, всего 23,50. Масло подсолнечное 26 рублей. Яйцо первой категории в каретке 30 штук, всего 85 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. В центре техники Бош всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику Бош приобретайте только в центре техники Бош. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А с солнечными батареями от компании Санека в доме светло, тепло и вода горячая. Компания Санека. Торговый центр «Фортуна» Павильон 78. Телефон 67-70-67. Солнце, воздух и вода горячая.